Бразилия, Лаос, Таджикистан, Узбекистан, Марокко, Чили, Доминикана, Аргентина. Это Ушуай, самый южный город в мире. Оттуда в Антарктиду ходили. По образованию житель Мисайлова Юрий Волков инженер-робототехник и поначалу совершенно не предполагал, что путешествия станут его главным хобби, образом жизни и фактически профессией. Поездки Юрия из банального туризма со временем переросли в нечто большее. После увеличения дистанции захотелось наполнять это уже какими-то миссиями, после миссии какими-то рекордами. Ну и потихоньку так это все вот в такое вылилось. Сейчас организовываем, пытаемся установить памятник Пушкина в Эфиопии. Они его очень чтят. И там в Адис-Абебе есть Пушкин сквер. И там нет памятника Пушкина. На счету Юрия Волкова сейчас 12 рекордов. К примеру, с единомышленниками он разворачивал большой флаг России размером с футбольное поле в четырех стихиях. Огонь, вода, воздух и земля. У вулкана на Камчатке, на озере Байкал, на воздушном шаре в Сергиевом Посаде и в Москве. Хочется какие-то вносить, какие-то такие вещи, чтобы и нашу историю люди знали, прославляли. Ну и как бы объединяющие факторы от религиозных до просто человеческих. На следующий год сейчас готова фактически уже машина Победа. Вот 9 мая планируется стартовать кругосветное путешествие на машине Победе. В России Юрий побывал во множестве регионов. В том числе вместе с заслуженными путешественниками-братьями-синельниками на Ладье Русич прошел по пути Афанасия Никитина. Тем не менее, до сих пор продолжает для себя открывать нашу страну. Когда обывательским взглядом смотришь, ну там знаешь, Карелия, Байкал, Алтай и Камчатка. Вроде как и все. А начинаешь копаться, начинаешь узнавать про какие-нибудь столбы, выветривание, плато Патарана, Таймыр, куча арктических племен. На данный момент Юрий побывал в 136 странах мира. Совершил кругосветное путешествие на мотоцикле. Во время поездок он не только старается познакомиться с местной культурой, но и узнать, как и чем жил и сейчас живет тот или иной народ. Мне интересно посмотреть вообще весь мир, посмотреть все достопримечательности. Я собираю информацию, пишу книги про племена, малочисленные народы. У меня они разделены. Черное, красное, белое и желтое. Черное – это у меня африканский континент, красное – это индейцы, желтое – это азиатские племена, белое – это наши северные коренные народы. В ближайших планах Юрия доехать на мотоцикле до Северного полюса. Кстати, если все сложится удачно, в копилке рекордов нашего героя появится еще один. До этого такое путешествие никому не удавалось совершить. А затем Юрий отправится в большой вояж по Малайзии и Сингапуру, а оттуда – в Папуа-Новую Гвинею на фестиваль «Горка», посвященный сохранению малочисленных народов и племен. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова